И снова здравствуйте, дамы и господа. Возвращаемся после продолжительного перерыва на продолжение. Собственно, ряд Мастерс 2023 по-прежнему с вами на связи Paragon Events и джемы OneScore продолжают работать на этом канале. Впереди нас ждет еще одна серия. Это противостояние NinePandas против TeamSecret, которое обещает быть довольно интересным, потому что вчера NinePandas, откровенно говоря, показывали не лучшую форму, вот. А Secret наоборот довольно неплохо, как по мне, стакнулись в новом составе, ну, с изменениями, так сказать, и вроде неплохо все работает. Вот. А что ты думаешь, Ваня, касательно данного противостояния? Так, pre-fire, до того, как мы увидели драфт, так сказать. По ощущениям, вот, NinePandas более завышенные ожидания, нежели к TeamSecret. TeamSecret все-таки упали во второй дивизион, и вот так вот, то первый, то второй, первый, второй. И Secret, вот, от них мы меньше ожидали изначально, и, соответственно, на фоне NinePandas они выглядят более сильнее. Да, 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 более сильно. Плюс они сделали еще точную замену, насколько я понимаю, бума поменяли в бизи. Как, получается, с договором аренды, что-то типа такого. С договором аренды. Я просто юрист. Я понял. Ставки, ну да ладно. Что можно сказать вообще по двум этим командам, что NinePandas в последнее время, ну вот, они средние играют, и, в принципе, возможно, их даже устроит не пройти изначально в первые два места. И, в принципе, сейчас ситуация в группе довольно-таки такая, краткая, по сравнению с группой А, насколько мы видели, то у всех оставшихся пяти команд, вот сейчас краски нашей линейки и нас других будут решаться, тоже все-таки выйдет, потому что 100% даже квесты не вышли. И до сих пор еще могут выйти секрет, который сейчас находится на четвертом месте. Да, да, борьба тут... Команды будут рвать зубы только так. Действительно, именно в группе Б рубка намечается такая, максимально плотная. Здесь интрига прям на колена до предела. И к концу, наверное, сегодняшнего рабочего дня мы только узнаем, что какие команды там в итоге отправятся дальше. Так, сказать, ну, что сказать, а по поводу ребят из NinePandus вчера, ну, много всякого было сказано. Я не знаю, что происходит у них. Просто забавно было... Там совпало так, что, короче, NinePandus как раз первую карту свою проигрывают. И я, знаешь, открываю просто новостную ленту какую-то, первую же, что мне попадает, там, комментарии соло, там, на фотке, там. Едем разваливать на Торик без шансов. И что-то пока, ну, вроде, стата пока что хорошая и так далее. Действительно, ребята близки к тому, чтобы пойти дальше. Но, если честно, я как-то больше, наверное, ждал. Возможно, вот именно на фоне каких-то завышенных ожиданий при фаерам, вот именно у меня такое впечатление сложилось. Не, ну, кого-то они все-таки развалили, будем честны. Они выиграли экстрим гейминг, которые обыграли квестов. Бискост обыграли. Да, Soul G сыграли один-один в итоге вчера, ребята. То есть, по сути, они, вот, можно сказать, проиграли только квестам, которые стали фаворитами группы, но выиграли как раз-таки их криптонит, что удивительно. Так и есть. Ладно, в любом случае, пока что драфты не начались. У меня для вас, дорогие зрители, есть важная информация. У вас есть возможность выиграть. Ни много, ни мало путешествия на The International, и не только, помимо этого, еще разыгрываются новенький iPhone, PlayStation 5, много других ценных призов, и классные хуйки от команды Гладиаторов и Тундры. Все это многообразие призов ждет вас. А как их получить, вы можете узнать, кликнув по баннеру по нашей трансляции, либо же перейти по ссылке, я думаю, в чатике от чат-бота, собственно. Наслаждайтесь игрой, остальное за нами. Ожидаем старта, собственно, драфтов, там уже будет видно, чем будут ребята сегодня играть. Вчера, откровенно говоря, и на первой серии к драфтам было, на самом деле, много вопросов от Фобоса, по крайней мере, от Nine Pandas. А уже на следующих сериях, которые мы комментировали, уже к исполнению. Можно отметить два ключевых момента к драфтам Nine Pandas. Тем, что Мьера и Энигма, они все игры с Энигмой выиграли, и Мьера очень хорошо на ней исполняет. И второй момент ки-атака. Ки-атака, если дать персонажу, который вот может просолить катку, а-ля там ВР, Калина, Шторм Спириты иногда. Ну, когда он в зоне, естественно, потому что у ки-атаки два состояния шторма. Либо он разваливает, либо он летает на фуллману и умирает. Вот примерно в чем. Ну, кстати, на самом деле я заметил, что многие команды подметили вот эту слабость и одновременно сильную сторону Nine Pandas. Вот как бы это ни звучало, но вот это значит обоюдоострый меч. То, что если ты сильно надавишь на линию центральную, именно где ки-атака стоит, подганговывающего в начале, собьешь ему темп, как правило, очень тяжело камбэкать Nine Pandas. Там единственный вариант, что если только Рамзесу дали супер какого-то плотного керри, на котором он реально может там лейти развалить, то обычно так и происходит. Но если у Рамзеса какой-нибудь Dragon Knight, который там просто миллиард лет фармит там Radiance, а фармливают Radiance, а там ему уже трон ломают, как бы, там уже надежды на камбэк нет. И как правило, многие команды стараются там поближе там к шестой, к седьмой минуте вот почаще выходить в мид и пытаться ки-атаку напрягать, чтобы избивать тайминги ему. Поэтому ожидаю нечто похожего от Сикрет сейчас. Вот вспоминая Dragon Knight от Рамзеса, и если вы еще также поставите на драфт другие, у Nine Pandas есть свои заготовочки, есть свои стратегии, и это не может не радовать, потому что разные опции есть. Единственное что, вот я насколько понимаю, Nine Pandas тоже решили открыть такую небольшую шкатулку Пандоры. Вчера взяли Darkseer, как некоторые команды, по-моему, квесты сейчас больше всего с Darkseer играли на даблпик, и проиграли. Вот как ты думаешь, в чем вообще сила Darkseer, потому что до меня и весь вчерашний день мы до сих пор не можем объяснить это явление. Почему Darkseer врывается с двух ног? Если честно, ну, во-первых, сейчас довольно много всяких ловкачей сильных. С них можно сделать всегда сильную иллюзию. Периодически урон, если у тебя линия, там, условно, там, спирит-брейкер, условно, четверкой, да, вы можете неплохо давить. Ты собираешь ауры, не особо страдаешь, плюс стенка, тоже немаловажный фактор, но на самом деле не против всех расширить. Team Secrets, time to kill. Team Secrets, time to kill. Ну и на линии, даже если тебе на линии тяжело, тебя как-то по душе, ты всегда там можешь спокойно почитать и по тесту, пофармить и так далее. Камбэк, наверное, по этой причине. И от домашней телефона есть. Чего? Вам позвонили со дна. Я понял. Да, собственно, драфты начинаются. Давайте смотреть, что у нас. Andine, наконец-то вышел из банов. Вчера, на самом деле, тоже это герой на протяжении практически... Ну, начиная все карты, как правило, банили. А причем даже в первой стадии. Один раз только было, что он доживал. Последней стадии банов. Брутка по-прежнему у нас отдыхает. Щен Энигму в бане от Nine Pandas. Здесь у нас Бурдмазер Бутрайдер. Решили законтестить, похоже, Nine Pandas Энигму. Побоялись отдавать этого персонажа секретом. Не думаю, что купей смог бы вот Энигму вот так вот на ПП взять. Вчера секрет, как раз, мы тоже играли, но не так часто, как Nine Pandas. Удивительно для меня, что сколочь решил не рисковать. А в ответ как раз на такой ничего не показывающий раздрафт в виде ондайнга Рубика залетает сразу коронный Манкикинг от Кристаллиза. Да, вполне себе комфортно. Также это может быть еще и герой для Ямича, на самом деле. Не будем забывать, что Ямича вчера играл на этом герое несколько каток. Всегда есть опция фиксануть, а потому что необходимость. А тогда, согласен на Кристаллиза, довольно комфортный герой. Думаю, этим командам еще не стоит забывать про Мепаря. Вот тоже Мепарь сейчас врывается, можно сказать, с двух ног в профессиональную сцену. Все больше и больше людей его наигрывают. Вот герой, как по мне, в последней патче был только забущен. Прям, не знаю, патчи 5 уже, может быть, даже больше. Одни апы его идут, но люди так и, так сказать, руки не дошли его наиграть. И вот именно сейчас, когда изменилась карта, когда очень важно иметь несколько подконтрольных юнитов или иметь флэш-фармеры, он снова всплывает. Так, ну что, панды, от чего будут избавляться? Вот он, Даксвер, собственно, здравствуйте. Батчанин, дарятки, да, добрались до него. По флэнгерам, я так понимаю, решили пройти сейчас. А панды, в свою очередь, банят дровку, скорее всего. Хотят иметь возможность поставить, оставить Манки Кинга на 4, чтобы панды с краски взяли миличного кэрри, который в Манки Кинга 4 будет напрягать. Ну что ж, забанили Траблейда, один из лучших, наверное, героев пулерам Зесса, само собой. Второй, наверное, там морфлинг какой-нибудь. Когда на кирике атака может, на самом деле, на морфлинге отыграть. Бывало и такое, что и киро-така разваливает довольно жестко на этом герой. Скорее всего, его забанили, что-то, кажется. Или джиггернаут еще один вариант. Да, джиггернаут очень много показывали команды. И слишком, так сказать, имбовый, имбовый талант на пассив, на отхил, прям. Такого джиггернаута, если он бьет его просто не убить. А как-то заставить его не бить, сложно получается. Чет крутилки. Плотсикера банят с 9 пандас. Возможно, какого-то панголера хотят выйти. Да, просто секрет уже. Вчера показывали, что они очень хорошо с этим героем играют. Решили подвисправиться. Открывающий будет 9 пандас, и, соответственно, они могут его украсть. Сейчас узнаем. Так, ну что? Что будет баня? Я думаю, краски секрет. Морфа? Ну, опять же, Морфа поднерфили 7-33Е. Он, да, остается сильным героем, но аганим, который был весьма... Ну, даже не весьма, довольно-таки сломанный. Он просто стал обычным героем. Так, когда-то в последний раз видел, что Морфу собирали аганим. Как правило, почти все морфы еще собираются. Обычно бойца такой, наш контактник и так далее. Не, ну как раз-таки до 7-33Е. А, в этом, получается. Это да. До нерфа. А сейчас это, как по мне, стал обычный персонаж. Ну, то, что его как-то подбалансили, это еще, опять же, не отменяет того, что герой силен. И я не вижу смысла прям отказываться от него. Если есть опция его забрать, и у тебя никто не закрывает, в этом плане это жестко. Почему бы нет, но в итоге забанили Медуз. От удивлен, на самом деле, уже не первое, что вижу, команды все банят дровку. В принципе, дровку, как по мне, в предыдущем патче ослабили, тем, что ей поменяли шар с аганимом, потому что теперь на минус отхил у нее только с аганимом. И, в принципе, не совсем непонятны баны этого персонажа, потому что за вчерашний день он дровка появился в два раза. И вроде бы она не такая Contestable. Ну, на самом деле, вот у меня тоже в голове отложилось, что дровка не выглядит как-то супер-мбой какой-то, да, безусловно, там, условно. Если тебе создадут условия для фарма, тебя не будут трогать, там, минут 40 и так далее, ты придешь, всех убьешь. Но так можно сделать, в принципе, на большинстве коров, я думаю, если шагать. Вот верка появляется для Рамзеса, я так понимаю, да, скорее всего. Ну, возможно, это еще для Кио Таки, как по мне, это Flex с Лас Пиком Унтас, поэтому... Ну, да, да. Интересно, будет ли коровочка в плане закрывающих банов против Кио Таки в виде Тинкера? Многие команды, как правило, стараются подбанить, но тут вроде пока Тинкер не то, чтобы... Хотя нормально вроде. Если сейчас... Да, у тебя есть Monkey King, который на него дает дополнительную разведку? Разве что, да. Тинкера уже не такая фришная... Ну, да, да, наверное, не очень хочется. Это я просто так, в голове я держу, что всегда есть такая опция, знаешь, подзакрыть, что... Что-то, там, внезапным Тинкером от Кио Таки. И опять же, на Дрим Лиге, насколько мне не изменяет память, да, на Дрим Лиге последний Найн Пандас протащили на этом Тинкере, но впоследствии команды уже были готовы и, в принципе, либо Тинкера закрывали очень сильно по игре, что невозможно было его просто взять, либо уже... Как он? Банили его. Плотно, очень плотно призадумали с ним Сикрет. В плане того, что забрать себе дальше, заканчивается доптаймер уже буквально 10 секунд, и это НЧА, и Пупея, судя по всему. Вот НЧУ, на самом деле, я бы сейчас гораздо меньше рейтил. Да, забанили Чена, которого не тронули в последнем патче на Найн Пандас. А Пупея все равно хочет играть на Самонере на другом. Вчера Пупея показывал Скилуху, так сказать, на Чене, он реально очень хорошо на нем играет, там даже были лайнапы, где он соло там двух героев, так сказать, вывозил, пока его куэрфарм. Отлично справлялся с этой задачей. Тимбер? Чен очень хорош. Я и в бежене, так понимаю, на сложную, и остается герой для Кристаллиса. Я думаю, что Армаль будет играть и на бабки в Миде, как и вчера, в принципе, он поигрывал. На самом деле, видительно, что Тимбер дошел до такой последней стадии. Ну, как видим, команды разные, из разных регионов играли в своем, и в принципе с разными приоритетами периодически. Потому что, к примеру, вот комментировали предыдущую серию, и какой-то герой появился вообще на 23 пик, который обычно появлялся в первых двух. Сейчас не вспомню. Нет, я тоже заметил, что в зависимости от команды, тенденциями на стадии драфта на меняется. Просто в моем случае я большую часть времени, так сказать, за этот сезон провел именно на ЦИС-регионе, и редко, максимум, дома где-то, когда выходной был, посмотрел какие-то другие регионы и прочие вещи, поэтому мне это прям сильно бросается под за особенностью, потому что другие регионы там заметны. Но обычно, как это бывает, ты работаешь над ним регионам, идешь спать просто. Объедешь спать с утра, либо ты смотришь холлайты на ютубчике, да, нарезочку какую-нибудь, смотришь, что произошло, либо залазишь там на ликвипедию, смотришь, как это играл. Но обычно холлайтики тебе больше информации дают, чем сухая статистика. А где писи, как раз так и сделано, то что вот ты смотришь, что условно доту днем, ты можешь стрим не выключать, у тебя просто, ну, там, или условно два стрима, то есть они на разных, но дота у тебя будет постоянно, у тебя постоянно какой-то регион играет, 24 на 7. Ну, если честно, в какой-то момент я понял, что мне даже плавить, поэтому это дота началось, поэтому нужен реально какой-то, значит, небольшой перерывчик, там, хотя бы дней 10, словно, чтобы голову привести, перевести в порядок, ну, ладно, неделю хотя бы, ладно, чтобы полу привести в порядок, потому что иначе, когда у тебя нон-стоп дота, это прям тяжко. Ладно, бисмастер в итоге забитает для Мейера, и лас-пиком остается герой для кио-таки на мид. Я наипанкс. Что у нас там? Самая сигнатурная, что есть у кио-таки, это, наверное, лишь акшторм, да, из таких вариантов. Ага, видишь, а ребята с тем секрет думают, что это кио-така будет все-таки играть на ВРК, поэтому решает вот забанить войд, или просто на всякий случай. Ну, и к тому, что ВРК действительно может флексануться при необходимости, да, и в мид. А может флексануться, но Team Secret в данный момент забывают про тинкера, пока на тинкера управа есть только Monkey King, да и то она не совсем верочная. Условно, если это будет Monkey King, то тинкеру... Тинкер он вряд ли будет прыгать по деревьям искать. Да, я просто к тому, что даже, допустим, если это будет не тинкера, условно, какой-нибудь шторм, но шторм оттуда тоже не сказать, что просто чем-то можно закинчить. Да. Хорошо. И у двух этих персонажей есть Магомеджик Урона, который Тимбер не любит от слова совсем. То есть, сладобанят и интересно. Классика бана тинкера напоследок, последнего или нет? Все-таки как-то разумеет. Не просто интересно. Как сейчас еще рассуждаю Team Secret? Нет, там была арклоранит, смотри. Контроля, да, у Team Secret, конечно, немного, но они могут сыграть хорошо на линиях. У них уже энчант раз в бестмастера. Не даст ему продавить Тауру. Но не стоит забывать, энчу понерфили. Сейчас у нее энчант переманивания крипов гораздо слабее. И, соответственно, бестмастер может от этого разыграть. Да, но энчант на самом деле еще и бесит тем, что ее сложно достаточно зафокусить по-быстрому. Если успевает нажать свой захилл, то это все. Весть времени, пока ты будешь гоняться и убивать. За счет этого этот герой реально очень много выигрывает времени. И позволяет нормальную позиционку занимать своей команде за баннеры Dragon Knight. Ну да, тут нужен был инициатор какой-то дополнительный для Team Secret. Желательно с дизейблом, вот таким уверенным. Да, есть палка, есть печенька, но это немножко не то, мне кажется, что ты хочешь увидеть. По ощущениям, наинпанда сцелится в Тинкера прям очень издалека. Тинкер не любит героев, которые, а, его ловят. И они зашли такого, не со Шторма, но с Эмбер Спирита. В принципе, Шторм Тинкера лучше ловит, но забанили Эмбер. Я думаю, что в зависимости от того, что сейчас Секрет заберут себе в Сларк появляетесь. Мне кажется, Тинкера тут можно брать. Можно, да, вполне. Шторма тоже. Прям очень хорошо будет работать от Heal and Shea, Тинбера, Сларка. Сларк берстовый урон тоже не любит. Так сказать, один раз ультимейт и нажмешь, там с половиной хп или три четвертых, Тинкер тебя может просто взорвать. Ну, да. Читалось, читалось. Единственное, что, знаешь, что мне не очень нравится, то, что Саур и Бессмастер, ну, по сути, никто особо не синергирует, да, у тебя АВР. Её можно не качать, в принципе. Вот это единственный минус, что мне здесь не нравится, а так в целом ок. Хорошо. Реально, Тинкера тут сложно словить будет. Это нужно будет постараться, но не невозможно. Но драфт хороший. Так, самое главное, вот по поводу второго бана, Тинкер не любит тех героев, которые пушат ему Таура, а-ля Одесс, Профит, Лешак и Драгон Найт. И вот они тоже издалека зашли за бальной Драгон Найт. Это вообще не подумали, ребята, из TeamSecret про Тинкера, почему-то. А я ещё, наверное, с первой стадии говорил, что всегда нужно держать в голове, что закрывашка Тинкера может залететь здесь, а на и падал всё может быть. Ну, ладно, в любом случае, пока у нас не началась карта, дорогие зрители, напомню вам, что наши замечательные друзья сделали для вас закрытый поп-стоп в Москве, который будет, собственно, работать в финальные дни Реатмастер 2023. И у вас есть замечательная возможность добыть проходочку, так сказать, этот поп-стоп, потому что помимо того, что там будет турнир и так далее, там будет ещё и стримеры, тематическая еда, много-много чего интересного. И самое главное, турнир один на один, конечно, в котором вы можете показать свою скиллуху. Вот, всё, что нужно вам, это перейти по баннеру, по нашей трансляции, получить всю информацию и узнать, как попасть, собственно, на этот поп-стоп. Почувствуй себя вин, как говорится. А мы ждём начала карты, и я думаю, что как только будем готовы, ворвёмся. Да, киотака на тинкере, это, конечно, всегда интересно. То есть, я не знаю, наверное, есть где-то, да, процент побед, у тебя не открытый случай, у меня где вкалочка, что у него вообще по-моему сомпажем. Именно победа с тинкером получается. Да, но я там супервысокий должен быть, если честно. Просто я помню, что крайне редко он проигрывает на этом герое. Но они не так много его и брали, на самом деле, вот я сейчас открыл. 13 матчей и 62% винрейт. В принципе, получается, там получается 80-13 где-то, наверное. Или 70-13%. Это, по-моему, вот на дремлине, они чаще всего, и в принципе, там так и шло. Первые игры были победой, и потом даже были пару поражений. В принципе, всё. Это именно за всё существование Nine Pandas. Ну что ж, давайте наслаждаться замечательным противостоянием Nine Pandas против Team Secret. Наслаждайтесь игрой, остальное за нами. Там смоки, смотри, секрет разбили. Ну это дефолт уже, современный доты. В смоках побыстрее бежит, поставить вижен. И подготовиться, так сказать, к засаде можно заранее, чтобы сделать фабрик. Интересно, подготовился ли пупей к тинкеру. Возможно, он даже знал, что Nine Pandas его возьмут. Но план таков у пупея, что нужно просто хорошо разыграть против тинкера. Но, кстати, я бы сказал, что это в стиле пупея реально неоднократно было так, что многих героев не банил, а считал, что нужно их просто переигрывать это всё. Вот вроде бы есть Monkey King в ямич, получается, в Monkey King играет. И он будет его искать, он уже забилдает Юл. И самое главное, отыграть от тинкера. Я так понимаю, уже туда прибежал Сларк, чтобы забанить. Ну, вообще, на самом деле, если вспоминать вот про игры прошлого дня, я мич действительно очень много бегал на своём герое в виде МК и очень много вижену просто давал. Зачастую не фарм, я знаешь, ничего не делал, но просто создавая дополнительные вижены и открывая возможность кого-то заганнуть. Так что да, скорее всего, так и будет. Вардик поставил здесь Солочь. Вопрос только в том, будут ли драться команды за первый баунт сейчас. Хотя... Инпанас, я думаю, точно не против подраться. Очень много урона. Окей, лучи, пауэршот. Веркопринс может даже сниженую руну его закинуть. Главное, за доджей, да, вон я, 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 как вижу, я меч заходит на Манки Кинге и успевает. Руну? Три руны для Руны Солочи. Три руны, да, для Team Secret, получается, одна всего лишь остается у Майн Пандус. Слишком сильно застакались на Майн Пандус. Вчера было начало и получше, так сказать, у Пандус. Я уже тебе рассказывал, да, когда они сделали 4 фрага ещё до выхода крипов, забрали 4 баунти. Там вообще, там, то есть, крипы выходят на линию, а у тебя уже, там, почти 2к перевес. Поделал-то это, как бы, нехилый такой бус на команду. Бывает же ситуация, когда ты начинаешь хуже, и тебе это только злость спортивный даёт, что надо постараться ещё лучше. Там, так, был готов, чтобы камбэк на... Казалось, почему тебе, почему нельзя всегда находиться в состоянии злости, да, без проигрывного начала, просто. Но нет, всегда, ну, лёхо, лёхо может до такого команда довести, но не у всех есть лёхо в команде. Нет, правда. Попустил крепость к этому, атака, всё страшно. Но по матчату, в принципе, матчат тут будет более-менее равный, и Армель никак не сможет на стопфайр прям-таки сильно тинкера продавить, по моему мнению. Нет, ну, слушай, мне кажется, всегда есть, пусть и по процентажу, наверное, мало, совсем мало вариантов, что так произойдёт, но включать это на 100% нельзя, там, вообще, под печеньку какую-нибудь, и так далее. Пусть, ну, опять же, ещё важно, насколько быстрый тиммейт и получил, ого, вот эта Прадожка снизу, внезапно погибает у нас Тимберсол, на ФБ, ФБ забирать Праду Соло, ну, кто же ещё? Ещё, ещё ставится там бай, ямича начинает напрягать, как бы ямича снятки с такими темпами. Хороший, конечно, мячейт здесь получился, вернулся, но пауэршот, он не получил дэмиджер, может, наверное, так бы. Хотя, на самом деле, не уверен, что первый пауэршот добил бы его, если честно. Ну, если посмотреть на его количестве хп, если там покажете. И важно, продолжать соус душить, опять же, расходнички, все потратил. Может, за динайдсо сходить? Ну, просто, потому что хп мало, маны нет, проще, наверное. Обвышку, а, ямича идёт, ямича идёт, ямича уже здесь. Сол, я думаю, как раз-таки оффлайнеры команды Секрет это устроит, и Сандалик всё это время бегает, не отдаёт килл. В принципе, просто Лёха сейчас бегает, я бы уже на месте его просто умер. Ну, вот он пытается. Кстати, неплохо так съели, что лицо ломает, ямич под массивкой даже с трудом большим Лёху перебивает, но правда у Лёхи маны закончился. Вот реально ещё парочку дикейф и Лёха тут мог бы, мне кажется, Соло. Не так много золота получает, ямич за этот килл. Да, ещё придётся ему потратить время, бежать обратно на базу, только потом возвращаться на линию, поэтому... В принципе, я думаю, Рамзе с собой один на один на линии довольно комфорта, чувствуете временем. Погибают у нас Рубик, и это уже второй фраг в копилочку Team Secret. Кристаллин сделал фраг, Антараса забрал. Антарас вчера показывал просто невероятно, кстати, перформанс на этом герое. Я уже говорил на прошлой карте. Ожидаем примерно то же самое и здесь. Хотя на самом деле, если посмотреть... Да нет, тут есть что поборовать. Достаточно много полезных способностей. Ну, чего стоит один Ultimate Snapfire? Да, снэпка это вообще приоритет, конечно же. Номер один. Глава, чтобы не было никаких проблем с сервером или еще чем-нибудь. Как вчера? Надеюсь, что не будет ничего. Вчера вообще на самом деле я приятно был удивлен. Вот не считая того, что вчера там с серваками какая-то проблема была. В принципе, пауз на какие-то мелкие детали, али настройка чего-то тамба. По-моему, одна пауза была всего лишь там у кого-то водились наушники, все это было буквально минуту полторы. Это очень хороший показатель, потому что обычно в первые дни там, как правило, очень много пауз, очень много технических каких-то неплаладок выясняется. Игровой день первый, как правило, затягивается очень надолго. Да и спорных ситуаций никаких не было, слава богу. Каких были на предыдущем турнире. А там фаервол поставили на компьютер и все, проблема решилась. Это правда. Вот, видишь, о чем я говорил, но не хватает здесь, конечно. Дабы же наки атака, немножко начинает проседать покрепочку, если посмотреть 12 на один и готовым, и 18 у армии. Да, и панель. Этому на уровне 6 есть потенциал убить через печеньку. Тинкер не славится тем, что он довольно-таки мобильный персонаж. Сапог он, тем более, не собирается делать сразу выходить блинк. В принципе, на тинкере я сапог и не нужен. Как правило, нагреуируют. Сразу просто стараются в блинк выходить, ну и дали под накатом. Это да. Но пока что со всеми разменами и фармом чуть получше себя чувствовать Team Secret, если посмотреть тысячу голодных заменей, но это все мелочи жизни. Хуппии продолжает фармить леса, здесь потихонечку забрался Берсача. И, возможно, сейчас экшену немножко наведет на линии. Ну и Пупери на самом деле, так сказать, построил свой драфт с упором на лайнинг. Потому что, как подумать, Энчандра Сларк. Что за вешеный уродом, Солочи? Это жесть просто. На Рамзе забирает, конечно, фраг. Ему определенно нужнее. Но параллельно погибает также у нас еще и Антарас. Второй фраг для Кристаллиса. Также залитая здесь в этом плане баланс. Мейнкерри, с другой стороны, сделали по фрагу. Соло продолжает душить. 12 стаков там силы. Он просто бьет с руки в безе, в безе пытается убежать. Неприятно, конечно. Господин У Тимберсон. А чего умер Курьер Рамзеса? Старость. Это, скорее всего, шлавливые нейтралы. Шлавливые нейтралы. Так и есть, как их еще назвать. Ты проводишь мимо них крипов, то они на Курьера реагируют, то нет. Ладно, шлавливые нейтралы, это, пожалуй, лучшее, чтобы было за последние несколько лет. Месяц в плане, в описание. Так, ямич. Находят здесь в соло. Калил Солыч в артеке. Ну, кстати, кио-така там ракетками неплохо еще помогает. Так-так-то надо будет сейчас уходить ямичу. Соло может просто добить микрофон. Отвалился, бывает. У нас вчера тоже немножко даже серваки дискорда подлагивали. Очень страшно. Какие-то профилактические работы были. Да ладно. Не, ослужено. Справедливость ради у нас такого вот. Вот лично у меня не было, но я слышал, что в других каналах там были какие-то проблемы. Возможно, зависит еще и от комнаты. Ну, вот, уже на самом деле появился шлем. В принципе, собирать все будет гораздо сложнее. Антарс снова подставляется. И скорее всего заберут, да. Уже 300 к агилы для Сларка. Да. И это, конечно, вообще тревожь на самом деле. Такой, когда такой старт у Сларка. Если что, ну, снова болятся на этом герое. Можно просто невероятно. Вот даже Кмьера можно побить. Все сложно уже на линии сверху стоять точно на Найн Пандус. Ну, так и в принципе и должно было быть по плану Пупея. Но Найн Пандус должны отыгрывать от блинка Тинкера. Вот когда у Киатаке появляется блинка, а вот и... А, он не скоро появится, потому что Киатаку загангали в миде. В итоге Вармель перестоял здесь и Тинкера. И по левелу гораздо лучше себя чувствует в итоге. Сделал фраг. Не успели на помощь тиммати, к сожалению, Киатака погибает. Пока что старт, конечно, в разу лучше. Я даже не знаю. Большая-большую ставку сделали на этого Тинкера, да. Правда, ну, если так посмотреть, линии вроде бы у Найн Пандус неслабые. Классический раздрафт Рубик Бессмастер, Undying VR-ка. Но с виду Пупей, так сказать, в серии играл даже эти сильные линии. Ой-ой-ой, на Брамзес еще сейчас загангать могут. Да, Рамзес погибает, жесть, как много дэмэджа. Рамзес немножко Вендрана не откатился. И Соло тоже подставляется здесь, получает булыжник от Голема. И может так же отправиться в Таверну, должны его сопровождать, по идее. Ну, что сказать? Амана накапает на скиллы, и он его убил. Просто... Просто с руки забил, да. Атарас там тем временем пробегался, румный экспы забрал. Нужно забрать свою тоже. Начинается по пушке снизу. Ну, сюда прилетел один Рамзес. Он уверен, что он один здесь хочет быть. Хотя маны на самом деле в беде не так много. Но еще может скажу, Вендрана, Верка, без Вендрана, может и просто с руки умереть. Да я, ну, вышка падает на большинство. На самом деле, такое ощущение, что немножко выстрелили здесь. Рамзес, конечно, что пытался здесь хотя бы крепочку добить, но не было. Даже попытки динай, а его обходит Пупея, здесь уже Ямич. Нападает на Рамзес, хороший бодиблок от Пупея. Рамзес! Ямич замахивается там уже, замахивался, точнее, ванну страйком. Но фраг оставляют для Пупея по итогу. Интересно было, смотрите. Ямич хотел оставить киллтимберу, и Пупея такой, нет, мое. Нет, но то, что Пупея на АНЧ может, как говорится, отыграть тройку полноценную, мы уже видели неоднократно. Но в плане нетерсами. Жадный, да, достаточно саппорт. Стаки имеется удовольствие на будущее. Большая ставка будет идти на эти стаки, потому что пока ки атака без блинка в игру войти не может. С поставлением блинка, в принципе, камбэкать уже можно будет. Вчера очень крутой игру, на самом деле, у джи показывали, в плане того, как заходить и контролировать стаки вообще консенсив. Это зачастую, на самом деле, приносило им победу в картах, они там реально вот на этих стаках. Ну, там гораздо больше, правда, стаков было, но переигрывали оппонент. Как правило. Ну, вот, кстати, и секрет, то же самое дело. Приходит сюда Армель, питал немножко экспы, да, не смогли что-то подворовать, но тем не менее. Разворачивается и уходит. Вышка снизу уже упала, там уже Тимберсол дошел чуть не до Т2. Трамзесом здесь пока что воюет, ну, может себе позволить такую роскошь? Поймали опять ки атаку, и опять ультимейт от Армеля, и ки атака второй раз отправляется в таверку. Летает сюда Антарес, соло тоже на месте, пытается дефить вышку в миде, но все тщетно. Сейчас соло тоже подловили, подтягивается в бизе, и соло отправляется в таверну. Что-то как-то слишком легко, прям, невероятно какой-то стопол. Буквально 4 минуты, и вот уже Симка перевез за Тимберс. И Мидас уже сверху доказывает, что из-за слитой. Он же Мидас, я несет, он шел через него пойти. Мне казалось, можно сыграть было в темп, там, через саблю условную, да, или вади фуз, да. Ну, решает свой выбор в пользу Мидас, я знаю, это, как по мне, план В больше, если все-таки как-то... Слушай, ну, учитывая, что без тебя команда пока что справляется на карте, собрать Мидасик вроде как не зазорно. Кстати, кристаллис приходит в драку, там солнечная отгрызть, вышурор от бейсмастера, печенька залетает, поймали кью-атаку, ки атака также отправляет в таверну Атарес. То есть, таверни отдыхает, соло погибает прямо сейчас, пытается устрелять Рамзес, Рамзес просто бежит пока что на Винране, но Винран рано или поздно закончится. И вот Пупе на этой яче впитал титаническое количество дэмэджа, и в итоге выжил еще на ЛОХП и ушел. Нет, ну это, конечно, титовая, мне кажется, уже небольшая здесь, когда вот такое происходит у тебя, все буквально валится из рук. Счет 14-2, полнейший развал и уже почти десяточка заработился. Десяточка на десятой минуте. Да, классика. Тысячу голды в минуту. Ну, сдаваться, конечно, тинкером не особо хочется в команде Nine Pandas, я думаю, играть они будут до конца, даже с таким перевесом, но играть будет очень сложно, нужно что-то придумать с Лёхи и его команде. А то, что придумать, пока не особо понятно, потому что даже у тинкера еще блинка не появилась. У тинкера 2700, меньше, чем у четверки Манки Кинга. Это абсолютно кликбай, какие атаки. На самом деле это показатель. Вчера у него примерно такая же игра была, подождите, сейчас у нас нападают на Антарас, Антарас тоже в таверну отправляется. У него вчера примерно такая же игра была на Эльшаке, ну то есть у него когда не идет, парофла ставит в Трикбай Медасе. А он купил к этому? Нет, конечно. А я быстрее проиграли, очевидно, но я думаю, что здесь блинк будет, и ни о каком Медасе речи не идет. Но если будет еще, я думаю, пару смертей, то Глеб может тебе подумать. На самом деле, на самом деле, несмотря на все преимущества, пока вышки состоят, играть можно. Не очень много tower damage у секретов, да, они выиграли линии, вынесли линии, хорошо начинают мидгейм, но базу сносить пока нечем. А впоследствии этого тинкера, в принципе, есть чем ловить, но этого может не хватить. Так, ну и секрет, тоже расслабляться не стоит, нужно сохранять концентрацию до последнего, а кристалли что-то у меня. Диффуза уже почти готова, кстати. Немножко. Будет через них играть. Так, инвиз, не знаю, что ли. Кстати, Армель забрал инвиз, и они в смоках. Сейчас с Манки Кингом пытаются кого-то найти, могут попробовать загангать. Кого-нибудь, вот, например, либо Мейер, Мейер далековато, там в миде нашли кого-то. На миде, ажи-натенки, акирослава. Все, это жесть просто, атака сколько у нас четвертый раз погиб? Да, да, а, да, 4 идет, атака это. Мидас! Ладно. Ну, это все, это, стакаемся в лейт. Жывается стратегия. Диана, Глеб. Сейчас пойдет. Глеб просто пойдет сейчас вот на нижнюю линию за ВР-ку, потому что если так посмотреть, его только в миде убивают, но нижний лес, он стоит спокойно. То есть его никто не трогает, и в принципе там можно и покачаться. Нападает на Рамзес, а тем временем Рамзес вообще ничего не успел здесь даже сделать, потому что моментально выстирает. Ну, конечно, в плане техники, в плане исполнения телеграммную сейчас игру показывать. Секрет нападает в миде еще на Антараса, и попал я мяч в Балл-Страйк, он там еще и Фаус не попал, поэтому не стали, конечно, подружкой бежать. Боялись. Ника полная езжина с командами Панзес в этой игре, но шансы... Безди на развороте на Соло нападает здесь, Соло успел тамбу поставить, но самого Соло не спасать. Да и тамба развалился, откровенно говоря, моментально, учитывая, что рядом с тобой. Антараса бегает, пытается что-то украсть, что-то полезное, но понимает, что играть-то не с кем. Пинкер не готов, бессмастер не готов, БРК в принципе тоже... И атака летит, вроде как безопасное место, но его просто со всех сторон окружили. Там в это время урор залетает от бессмастера, пытаются забрать их везде хотя бы. И атака пытается улететь, но, видимо, все тщетно, да, должны его добивать. Мисс Чип, еще один удар, да, и атака погибает. Мейера тоже отправляться в таверну, минус два, пытаются добить ямище, ямище погибает. Антарас, видимо, тоже отсюда не уйдет, и эта драка будет 3-1. Ну, тут безоговорочно, конечно, входит им секрет, в итоге все получилось, ну и выход на вышечку гусечку тоже должны забрать. Я понял план команды NainPandas, он заключается в статистике килов убийств. Чтобы было просто красиво. Ты думаешь, ну тогда нам нужно еще один фраг. Ну, потому что вот этот тинкер с Мидасом, ладно, была бабушка тем, чтобы он рефрешился, но теряют уже 2 на 14 минуты. NainPandas, и, скорее всего, спустя минуты-две они не смогут даже с базы выйти. Ну, на самом деле, когда у тебя не очень много урона по вышкам, как ты говорил, и зайти, как правило, именно на Т3 сложновато. Но всегда действительно можно сделать удушающий вариант, это именно заварить все вокруг и просто не давать с базы выйти оппонент. Потом дофармить преимущество побольше, и уже уверенно зайти всегда можно. Смок развивает в очередной раз с Team Secret. Смок развивает, снова ямич вместе с Армелем, выходит, находит Рамзеса, рота фото, с ультимейта Snapfire. Рамзес пытается убежать, и вроде как получается у него это сделать, на развороте отличный пауэршот залетает, а правда поднимает соло, а Рамзеса тоже добивают. И этого недостаточно. Очень много замедлений от команды Team Secret, в принципе, станов не так много, но замедлений просто уйму. Плюс еще инчан, который пуржит пендран, и Рамзесу довольно-таки сложно играть вообще на этой карте. И в принципе, кому тут непросто, из команды на Эпандес. Кому не... Я не знаю, не могу придумать ни одного героя, который тут просто всем тяжело. Внутри фрага как бы я сами за себя голосом, говорят о том, что происходит в общем-то греб, и преимущество по наскусу тоже. Мейера потихоньку вроде бы выходит вапнутый шлем, но по ощущениям урона просто уже не хватит. Так а что ты сделаешь с этим шлемом? Максимум, что ты можешь делать сейчас, как по мне, это просто бегать, сплетушить, вышки ломать. Нападение на Рамзеса очередное. Просто по всем фронтам уничтожения. Я не удивлюсь, что сейчас ГГБУ. Да, Рамзес вернулся. Отдаются. Отдаются бандеры. Ну, а это нормальная практика, как по мне, и ни в коем случае не стоит раньше времени там загадывать на тему того, что там панды тильтанули, сейчас и на второй то же самое будет. На самом деле, вчера примерно такая же ситуация была у панд. Помнишь, когда у паузов, это была затяжная, как раз во время драфта у нас вылетела, вылетел драфт именно с Найпанда на второй карте, когда они играли. И после вот этой затяжной паузы, как раз такое ощущение, что ребята перезагрузились и прям собрались, начали очень уверенно играть. Здесь я уверен, что то же самое будет. Да, вот бывает такое, что у тебя игра буквально с нулевой идет, не идет от слова совсем, и вот это примерно, мне кажется, тот случай, что у тебя просто начинаешь. И помнишь, я вначале говорил еще, это начало стадии драфта, что многие команды, как правило, стараются надавить на мид, и здесь, собственно, это произошло сколько там. Три смерти кью-атаки, даже две смерти кью-атаки довольно сильно отбросили его от блинка, сбили весь темп, и по итогу тинкер не сыграла слова совсем здесь. Ну драфт нам больше понравился на Найн Пандас, верили мы в этого тинкера, но то, что Пупей сделал, вот такой вот вынос линий, так сказать, усилил просто свой лайнинг, помогли победить этого тинкера, которого все боялись. Вот даже очень просто. Да. Вроде бы тинкера нужно бояться, а игра получилась ультра простая. Давай будем честны, тинкер не надо бояться, если ты закрываешь тинкера там минут за 20-22, словно, там бояться особеннее, ну ты элементарно даже не успеешь толком дофармить там артефакты свои, которые тебе необходимы. Обычно к этому моменту только что-то, какие-то начальные артефакты обретаешь и просто начинаешь принимать участие, немножко файты и так далее. А здесь игра уже закончилась к этому моменту. Ну и, что еще сказать, я не знаю, игра очень быстрая была и после таких игр на самом деле что-то добавить сложно сверху, учитывая, что у тебя по сути было избиение просто одноколичное. Интриги не было отшелы совсем. Из комнаты Айн Пандас и вот эта вот сцена из фильмов, мотивирующая речь Лехи. Ребята, забудьте про все. Мы выиграем, мы проиграли эту битву, но выиграем это. Эту игру, в эту серию. Не, ну слушай, то что Леха, Леха может замотивировать, я не сомневаюсь ни в коем случае. Надеюсь, что так это и происходит на данный момент. А пока что мы наслаждаемся халатами, но откровенно говоря, тут ну... Круто, когда ты наслаждаешься халатами, в котором, знаешь, файты, в развеенный производитель и так далее. А здесь, к сожалению, надо осторожнее избиение и даже зацепиться особо не ушло, даже в каждой драке. Ну, Найн Пандас, вроде бы, даже в игре они стакнулись все вместе. У них не было вот общего кулака. Когда мы видим, а Секрет уже были в кондиции на 10-й минуте, вот они в пятером во вражеской двойке бегают. И убивает всю команду Найн Пандас просто по одному. Да, примерно, кстати, то же самое было и вчера, и Фобус это тоже отмечал, что как-то единство, принятие решений там и... И чего-то подобного не хватает у Найн Пандас. Вот хороший пример у нас... Но итоговая статистика у них, конечно, не очень. Это мы не берем в расчет. Но да, 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 я согласен. Понимаю, о чем ты говоришь. Мне понравилось вот, как уже в этом моменте, Купей решил собрать просто Вангвард уже и идти вперед. Он просто идет и его типа вбить. Так что я... Чтобы Берк его не избивала. У них было прекрасное понимание, что они очень сильно ведут. И буквально в шаге от того, чтобы закончить эту карту, и нужно просто сделать максимально все для того, чтобы зайти на хайграунды. Но даже без этого, обошлась. Можно было бы в теории, на самом деле, на месте Найн Пандас еще, знаешь, затянуть хайграунды, спамишь ракетками, лазерами, мешаешь зайти всячески и так далее. Но это бы затянуло игру там еще минут на 15. Но с таким преимуществом, я думаю, что их просто бы зажали, скорее всего, на базе и не выпустили. Ладно, это была первая карта. Мы уходим на небольшую паузу. Совсем скоро к вам вернемся. Никуда не переключайтесь.